У предпринимателей в эту пятницу профессиональный праздник. Наш регион традиционно славится разнообразием текстильной продукции. Если несколько десятилетий назад легкую промышленность представляли крупные швейные комбинаты, то сегодня в основном малые и средние предприятия. Здесь, например, шьют домашний трикотаж. В этом бизнесе Елена уже восьмой год. Все началось с небольшого трикотажного цеха, где я сама организовывала работу, выполняла обязанности технолога и конструктора. И сама общалась с покупателями. Но в нашей жизни, в нашего цеха наступил такой момент, когда наша продукция стала пользоваться очень большим спросом на рынке. И я поняла, что сама я просто не справлюсь с данными, со всеми видами и объемами работы. Мне пришлось создавать свою команду. На сегодняшний день в коллективе работает более ста человек. Технологический процесс достаточно трудоемкий. От закупки тканей и фурнитуры до поиска покупателей. Еще несколько лет назад материалы закупали только зарубежного производства. Последние три года значительную часть сырья приобретает у местного производителя. По качеству и стоимости ивановский трикотаж ничем не уступает турецкому полотну. Первыми с тканью начинают работать конструкторы и раскройщики. Правда, найти квалифицированного специалиста не так просто. Такие, как Людмила, на вес золота. Она получила высшее образование в текстильной академии. По лекалам рисует раскладку и разрезает на стил. Работа довольно пыльная, ткань сложная, трикотаж тянется. Его надо настилать очень аккуратно. Халопчат бумажные ткани, как ситец, там и простые фланели. Они, конечно, проще намного, но интересно. С напарником работать намного удобнее. Настилать вдвоем, ткань бывает широкая, под метр восемьдесят, два метра. И одной настилать очень неудобно. Стол широкий, с двух сторон проще. К тому же, пока один режет, другой может складывать кровь, и это быстрее. Объемы производства на предприятии серьезные. Товар продают не только в областном центре, но и за его пределами. Работаем, в принципе, со всеми городами России, по всей России, с Дальним Востоком, с Югом России, с Центральной Федеральной Украины, со всеми абсолютно. Продукция хорошего качества и по низкой цене – залог доверия покупателей. В последнее время в сегменте домашнего трикотажа появляется все больше производителей. А значит, нужно придумывать новые способы сохранить положение на рынке. Я бы не сказала, что конкуренция всегда мешает. Наоборот, в нашем случае, я бы сказала, что она подстегивает к развитию. Постоянно не хочется стоять на месте, а наоборот, делать продукцию не хуже, чем у конкурентов. И придумывать что-то новое, быть в постоянном поиске. И только через поиск находишь нужные результаты, к нему приходишь. Некоторые полагают, что единственная задача бизнесмена – получать доход. На самом деле, добросовестный предприниматель создает рабочие места, поддерживает экономику налоговыми отчислениями, а также производит товары и услуги для населения. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.